Шейкер 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 не может похвастаться высокими характеристиками, однако количество начальной силы делает его достаточно толстым персонажем. Шейкер получает 2,9 единицы силы, 1,4 единицы ловкости и 1,8 единиц интеллекта за уровень. Прирост статистик тоже не очень высокий, но все это безусловно компенсируется отличными скиллами Шейкера. Первый скилл Фижур. Шейкер бьет по земле тотемом, оставляя перед собой непроходимую каменную борозду, стане противников и нанося им урон. Длина борозды 1400, длительность 8 секунд. Фижур является уникальной и невероятно сильной способностью. Это один из самых дальнобойных станов в игре. К тому же он бьет по площади, то есть вы можете застанить сразу много противников. Еще одной важной особенностью является то, что при помощи Фижур можно блокировать проходы и таким образом ловить вашего противника в ловушку. Урон от заклинания магический. Второй скилл Энчин Тотем. Шейкер бьет по земле, заряжая свой тотем, увеличивая тем самым свою следующую атаку. На последнем уровне прокачки увеличивает урон аж на целых 400%. Третий скилл Пассивная способность Афтершок. При прокачке эта способность добавляет ко всем остальным способностям Шейкера дополнительный урон и стан. То есть Энчин Тотем и Эхо Слем сами по себе не станет противников, пока вы не прокачаете Афтершок. Тип урона магический. Ульт. Эхо Слем. Шейкер создает землетрясение, которое наносит урон всем противникам в радиусе. Чем больше противников попало под действие ультимейта, тем больше урона получит каждый из них. Невероятно сильный скилл, который часто называют геймченджером, так как при очень удачном использовании Шейкер при помощи своего ультимейта может убить всю вражескую команду практически в одиночку. Может быть усилен аганимом. Аганим удваивает урон по героям и иллюзиям. Не самый крутой аганим в игре, однако против иллюзионистов может быть полезен. Тип урона магический. Чисто теоретически Шейкер может играться на любой роли. Однако как мидер он обладает рядом недочетов, главный из которых он милишник и против некоторых героев стоять ему будет крайне тяжело. К тому же Шейкер не очень мобилен и не самый лучший помощник своей команде, пока он не купит блинг. Кэрри Шейкер тоже не лучший, так как у него нет врожденных усилителей своей атаки. Тотем имеет кулдаун в 5 секунд и сравнить его с критами тяжело. Лучше всего Шейкер смотрится как герой на сложной линии или как саппорт. На сложной линии Шейкер может постоянно блокировать своих крипов и тем самым двигать линию в свою сторону, получая опыт и деньги под вышкой. К тому же он достаточно толстый и может отбиваться от врагов при помощи фиссуры. Саппорт Шейкер крайне хорош почти в любых ситуациях. Но стоит понимать, что Шейкер Саппорт больше защищающий саппорт, чем атакующий. Однако он может принимать участие в атаках, особенно эффективно убивать вражеского мидера за счет очень длинного стана. Давайте сразу решим, нужен ли нам Шейкер или нет. Шейкер уникальный персонаж, один из тех, которого можно взять в абсолютно любой ситуации и против любых героев противника. Шейкер одинаково хорош практически всегда. Особенно Шейкер хорош, если у врага много мили героев, так как они будут сильно страдать от всех скиллов Шейкера. Также Шейкер отлично смотрится в длительных играх, так как чем дольше идет игра, тем ценнее становятся станы, а у Шейкера все скиллы это станы. Отличным героем Шейкер также будет в играх, где нам нужно защищать своего хлипкого керри. Шейкер может быть отличным танком и контр-инициатором. Ахиллесово пято Шейкера это трудность фармы в начале и большой монокос на фиссуру. Поэтому Шейкер может быть не очень эффективен против скоростных пушей. То есть если у врага начинают появляться герои типа Пугны и Андайинга, то вот тут стоит задуматься. С одной стороны Шейкер контрит пуши, но чтобы это было возможно, ему нужен уровень и блинг. Если враг будет пушить слишком быстро, то ни того ни другого у Шейкера может не появиться в необходимый момент. Также Шейкер является не самым сильным героем в противостоянии 3 на 3. В Сура на старте наносят мал урона и опять же стоит много маны. Если чувствуете, что враг собирается идти сильной трипл-линией, то тогда Шейкеру лучше уйти соло в сложную. Но если и она занята, то может быть стоит задуматься о более сильном саппорте на старте. К примеру, об Угармаге, Вичдоктере, Рубике или Бэйне. Кстати говоря о Рубике. Если вы видите Рубика во вражеской команде, то можете еще раз задуматься о пике Шейкера. Фиссура для Рубика чуть ли не лучший скилл, который он может своровать. Как правило Шейкера качают следующим образом. На первом уровне всегда берут Фиссуру. Далее качают Афтершок. Я бы рекомендовал взять Тотем уже на третьем уровне, так как это дополнительный стан, который может помочь в ряде ситуаций. Например, сбить ТП противнику. Далее максится Фиссура и Афтершок. Тотем докачивается уже после 10 уровня. Ну, самой собой на шестом, одиннадцатом и шестнадцатых уровнях мы прокачиваем ультимейт. Пришло время обсудить закуп. Начальный закуп. Четыре кларити маны, фласка, танго и веточка. Куда же без веточки. Также курсы или ворды по надобности. Кларити маны очень нужны, так как на первом уровне Шейкеру своей маны хватит лишь на одну Фиссуру. Для варианта, где мы идем в сложную, возможен закуп ботинок и три кларити. Регены вам все равно вряд ли пригодятся. Если вас поймают, то скорее всего убьют. А вот из ботинка можно будет достаточно быстро сделать Транквилы. Первым предметом покупаем Транквилы. Дальше стараемся выформить Солринг. Комбинация Транквилы плюс Солринг обеспечат нам бесконечный запас ХП и маны. Дальше Шейкер фармит блинг. Но обратите внимание на то, что у Шейкера крайне маленький монопул. И подчас ему без дополнительных статов может не хватить маны на полный прокаст после блинка. Поэтому я бы посоветовал также приобрести Мэджик Вонт. Следующим предметом я рекомендую Форст Став. Этот предмет восполнит нехватку маны и даст дополнительную мобильность. При помощи Форст Става мы можем как нападать с огромного рэнжа, так же и спасаться из опасных ситуаций. Так или иначе, Форст Став для Шейкера незаменим. Теперь у нас выбор. Чаще всего в этот момент покупают Шиву. Она даст нам еще больше маны, так что о ее количестве наконец можно будет не переживать. К тому же она отлично подходит под роль Шейкера как танка. Однако часто бывают моменты, когда против Шейкера играют герои с сайленсами или хексами. В таком случае Шейкер может быть намного менее эффективен и нам просто необходим БКБ. Так или иначе, Шиву и БКБ я бы покупал Шейкеру в любом случае. А вот в какой последовательности это решать уже вам. Где-то в этот момент нам очень желательно переделать Транквилы в Тревела, так как слота под ТП уже не остается. Последним артефактом может стать Рефрешер или Хекс. В большинстве случаев Рефрешер оптимален, так как позволяет Шейкеру нанести просто невероятный урон и застанет всех попавших в его ультимейт противников почти на 10 секунд. Однако если Хекс необходим, а собрать его больше некому, то придется это сделать вам. По ситуации Шейкеру также может быть куплен Шадоу Блейд, который еще больше усиливает возможности Шейкера к инициации драг, или Вейл оф Дискорд, который увеличит урон от всех скиллов Шейкера на 25%. Некоторые игроки также предпочитают купить Актарин. Он снижает кулдаун на все скиллы Шейкера, плюс на все артефакты, которые Шейкер купил. А у него артефактов с кулдауном немало, но на мой взгляд Рефрешер выглядит поувереннее. Игра за Шейкера вначале сильно отличается, если вы стоите на сложной линии и если вы играете с саппортом, так что разберемся с этим по отдельности. Играя на сложной, стараемся не лезть на рожон. Шейкер достаточно толстый герой и может защититься фиссурой, но и этого может не хватить, чтобы выжить. Чем лезть вперед и пытаться фармить против двух-трех героев, гораздо лучшим выбором будет периодически блочить своих крипов на линии, чтобы вражеские подходили под вышку, а там уже можно фармить почти ничего не опасаясь. Наша задача как можно скорее купить Транквилы и Сол Ринг не умирая. Играя с саппортом, помните, что в начале у вас не так много возможностей. Фиссура станет на короткий срок, поэтому в гангах не всегда эффективна. Да и маны Шейкеру не хватает. Особо фиссурами не поразбрасываешься. Сразу определитесь с тем, что вам лучше делать. Защищать героя на легкой, защищать героя в миде или же отводить крипов. Защищать кого-то нужно лишь в том случае, когда этим героям действительно угрожает опасность. Например, вы точно знаете, что враг будет пытаться гангать ваш мид или же на сложный вашему кэрри противостоит какая-то сильная линия. Тогда смещаем свой фокус именно туда. Если ничего такого не происходит, то можно сосредоточиться на отводах и проверке рун. После старта, неважно, играете вы за саппорта или же стоит и на сложный, Шейкер делает одно и то же. Ему нужно найти какое-то место, чтобы нафармить блинк. Частой ошибкой являются попытки Шейкера поучаствовать в каждой драке. Конечно, когда враг нападает на вас, Шейкер просто обязан быть рядом или прилететь с ТП, так как он является одним из лучших контр-инициаторов в игре. Однако, если враг не форсирует события, то и вам не нужно. Не пытайтесь гангать в смоках или идти на какие-то подобные авантюры без блинка. Найдите свободную линию и займите ее. Если такой нет, то начните фармить лес. Шейкер может неплохо фармить большие стаки крипов в лесу. Не стесняйтесь использовать ультимейт для этого. Без блинка ультимейт все равно мало полезен, а вот без фарма блинка может не появиться очень долго. С появлением блинка постарайтесь сделать какой-то ганг, пока враг еще не знает о том, что вы его купили. Эффект неожиданности поможет вам сделать один или несколько киллов. Теперь уже меньше фармим и больше перемещаемся с командой. По факту, кроме блинка, Шейкеру много и не нужно. Главное, чтобы блинк появился не поздно. Для этого не забывайте о том, что я говорил 30 секунд назад. Это фактически самое главное. Все остальные предметы будут появляться у нас сами собой, если мы не будем слишком много умирать и будем использовать свой ультимейт грамотно. Чем дальше идет игра, тем Шейкер становится сильнее. Однако есть тут и обратная сторона. У врагов начинают появляться новые предметы. Нашими главными врагами являются вражеские БКБ, Арчиды и Хиксы. Чем больше подобного в арсенале врага, тем приходится играть аккуратнее. Обычно в лейтгейме Шейкер старается быть не инициатором, а контр-инициатором. То есть он ждет начала боя и ищет хороший момент, чтобы залететь с ультимейтом по максимальному количеству врагов. Однако не перестарайтесь. Если вы будете ждать слишком долго, может стать уже слишком поздно. Будьте уверены, что дать полный прокаст хотя бы в двух героев это уже отличный результат. Но в некоторых случаях, если позволяет ситуация, вы можете ничего не ждать, а залететь первым, если враги очень сильно скучковались. Также знайте, что ультимейт Шейкера станет моментально, поэтому от него попросту невозможно защититься, поражав БКБ. Используйте это даже для одиночных гангов особенно ценных противников, которыми естественно являются вражеские керри-герои. Лучшие союзники для Шейкера — это герои, которые могут за время стана от его прокастов добить противников. Идеальный лишь Рак, Лина, Герокоптер и Леон. Самые неприятные враги для Шейкера — это герои с сайленсами. Деск Профит, Найт Сталкер, Дизраптор и особенно Сайленсер. Также невероятные проблемы может доставить Клокверк, так как для него нападать на Шейкера — это самое любимое занятие. Замах всех скиллов Шейкера, кроме ультимейта, таков, что он не может их произнести, находясь под эффектом батареи Клокверка. Еще три крайне неприятных героя — это Рубик, который постоянно будет воровать нашу фиссуру, Умни Найт из-за своего репела, который является аналогом БКБ, но в отличие от БКБ появляется с самого старта игры, а также Хускар — ему наши спилы наносят крайне мало урона. Против большинства остальных героев Шейкер является замечательным персонажем, Особенно хороший он против иллюзионистов типа Наги или Ланчера и самонеров типа Фуриона, Чена или Брудмазер. Несколько готовых пиков с Шейкером. Клокверк, Квин оф Пейн, Шейкер, Вичдоктор, Герокоптер. Шейкер Лина, Луна, Рубик, Тускар. Шейкер Эльшрак, Дроу Рейнджер, Венжипл Спирит, Визаж. Шейкер Шейкер может блокировать своей фиссурой крипов, которые просто упираются в нее и стоят 8 секунд на месте. Это крайне полезно, если мы стоим на сложной линии. Шейкер является одним из лучших инициаторов и контр-инициаторов в игре. Он одинаково хорош против почти любых персонажей, но только при наличии достаточного количества предметов. Не забывайте об этом. Удачи вам и хорошей игры.